Здравствуйте! Это Факты Мнения. В октябре в России отмечается День работников заповедного дела. Профессиональный праздник появился 20 лет назад. Учредили его директора государственных природных заповедников. Так они надеются привлечь больше внимания к проблемам экологии и сохранения природы. Один из главных вопросов, которым сегодня занимаются представители Министерства природных ресурсов Краснодарского края, это сохранение особо охраняемых природных территорий. Любопытная статистика. Самое большое количество таких зон расположено в Екатеринбурге. Там более 19 тысяч гектаров. Второе место у Москвы 17 тысяч. И на третьем месте Пермь. Там зеленые насаждения занимают 8 тысяч гектаров. Как обстоят дела в Краснодарском крае? Какую работу ведет Минприрода региона, чтобы сохранить и содержать на должном уровне особо охраняемые территории? Поговорим об этом с Дарьей Заякиной, начальником управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Краснодарского края. Дарья Михайловна, я вас приветствую. Здравствуйте. Ну вот те цифры, которые только что прозвучали, вы как представитель Минприроды региона хотите прокомментировать? Ну конечно, пожалуйста, можно. Дело в том, что площадь это, конечно, важный показатель, но при этом еще важный показатель является количество. Наверное, в такого количества особо охраняемых природных территорий, как в Краснодарском крае, пожалуй, по стране больше нигде нет. У нас их более 380. Причем у нас представлены особо охраняемые природные территории всех уровней. У нас есть федеральные 7, у нас 353 региональные и у нас более 20 местных особо охраняемых природных территорий. То есть, в принципе, кроме этого, у нас представлены все категории, которые предусматривает федеральный закон об особо охраняемых природных территориях. У нас есть и заповедники, и заказники, и природный парк, и национальный парк, и памятники природы, и еще дендропарки. Абсолютно все категории представлены. По данным Минприроды региона, если бы был этот рейтинг, о котором я начала говорить, Краснодарский край какое место бы занял? Если мы говорим не о количестве площади, а о количестве самих природных территорий. Я никогда не задавалась целью посмотреть, на каком мы месте, но я думаю, что однозначно где-то впереди. Учитывая, какую работу проделывает край в этом работе, здесь мы точно на первом месте, потому что буквально в октябре была конференция на базе нашего природного орнитологического парка в городе Сочи, где были представители всех субъектов Российской Федерации и разных особо охраняемых природных территорий. И все однозначно признали, что такую работу, как делает край, не делает ни один регион. Но если мы дальше пойдем разбирать уже более детально по муниципалитетам, по районам Краснодарского края, в каком из них расположено самое большее количество особо охраняемых природных территорий? На что внимание обращает министерство? Количество, если мы говорим именно рейтинг составляет, то наибольшее количество мы с вами увидим в Сочи и в Туапчинском районе. Но это, прежде всего, связано с тем, что эти районы очень разнообразны по географическим условиям. Там очень много интересных, уникальных объектов, таких как водопады, различные скалы интересные, очень интересные территории с точки зрения охраны. Там есть у нас и заказники, Сочинский национальный парк, заповедник и так далее. Но сейчас мы стараемся выровнять ситуацию и по другим районам тоже. В 2017 году у нас была утверждена схема особо охраняемых природных территорий. Губернатором у нас утвердил ее. В соответствии с которой до 2026 года край должен создать еще новых 40 объектов. А почему стоит такой план перед министерством? Зачем нам так много их? Ну, в первую очередь, это связано с уникальностью нашего края. Потому что, если мы с вами посмотрим от Ростовской области до Карачаева, Черкесии, мы с вами увидим столько разнообразных уникальных условий, которые требуют сохранения. Потому что, с одной стороны, природа уникальная, с другой стороны, край экономически развивается. У нас очень активная экономика, промышленность, сельское хозяйство. И, конечно, очень важно при развитии всех этих экономических процессов сохранить какие-то уголки, которые в настоящий момент еще остались. А что на сегодняшний день под особым контролем от министерства? Что необходимо прям срочно-срочно сохранять? От чего и от кого нужно какую территорию спасти сейчас? Ну, конечно, министерство считает, что сейчас одна из приоритетных задач – это степные территории. Потому что вот этих степных уникальных островков, где у нас есть настоящие степи кубанские, осталось очень мало. Дарья Михайловна, Вы сказали про степные территории. Почему надо их брать под особую ответственность сейчас? В первую очередь, это наши поля. Потому что вся степь в настоящий момент – это распаханная территория. И те островки, которые есть на сегодняшний момент, их, к сожалению, уже очень мало осталось. И мы, конечно, всеми силами пытаемся это сохранить. Это первое направление. Второе направление, по которому мы сейчас работаем – это мы создаем большой природный парк, который называется Мархотк, в который будет входить 5 территорий муниципальных образований, 65 тысяч гектар. Я думаю, что тогда мы по площади догодим ту тройку, которую Вы называли в начале нашего разговора. Здесь мы призваны сохранить именно уникальную природу Мархотского хребта. Кроме того, ведется работа по сохранению анапских пляжей. Мы создаем природный парк «Анапская пересыпь». Это тоже очень важное направление, потому что основу кубанских курортов составляет песок, составляют пляжи, составляют уникальный климат. И для того, чтобы эти пляжи сохранить, уникальные пляжи, естественные пляжи Анапы для будущих поколений, конечно, нам жизненно необходимо сохранять те условия, в которых эти пески образуются. Именно поэтому очень важно создать вот такой природный парк. Еще мы создаем заказник «Степной». Это ботанический заказник, направлен на сохранение уникальных видов растений, как раз-таки ковылей и прочих. Их очень много, краснокнижных. А какой статус будет у всех этих новых особо охраняемых территорий? У всех будет статус региональный. Это будут особо охраняемые природные территории. И что это значит? Это значит, что они будут подведомственны Министерству природных ресурсов Краснодарского края, будут управляться. Краем будет находиться в нашем ведении, нами охраняться. Тогда каковы действия Министерства природных ресурсов в этом случае? Как именно вы охраняете? Потому что для многих это просто загадка. Как мы охраняем или как мы создаем? И создаем, и охраняем. Процесс создания это очень длительный процесс. Это занимает в среднем около года при хороших условиях. Скажем, есть территория. Мы говорили о песчаных пляжах. Как там работа будет вести? В первую очередь необходимо провести экологическое обследование данной территории. Нужно эту территорию изучить. Найти все необходимые ценные компоненты этой территории. Что у нас ценного, что мы хотим там охранять. Дальше мы должны в обязательном порядке однозначно изучить и антропогенную нагрузку на территорию. То есть существующую хозяйственную деятельность. Потому что если мы создаем новую территорию, не учитывать какие-то моменты развития территории мы тоже не можем. То есть проводится вот такой очень сложный и длительный процесс исследований территории. Далее проходит стадия общественных обсуждений. А длительные? Сколько времени может занять? Ну, по-разному. Вообще где-то в среднем 3-4 месяца. То есть это очень важно нам успеть провести обследование весну-лето, когда наиболее, да, у нас вегетационный период, когда очень много животных, в том числе насекомых и прочих мелких каких-то, которые можно не увидеть, например, зимой, которые находятся в спящем состоянии. То весной и летом это самый такой благоприятный период для изучения природы. Ну, осень тоже, конечно, очень важна. То есть где-то стараемся весна-лето проводить обследование этой территории. Далее идет стадия общественных обсуждений. То есть в обязательном порядке всегда принимает участие общественность в этом году. Вообще у нас, говорю, учитывая, что большая работа, то есть порядка 30 лет. А какое мнение хочет услышать министерство от общественности? А вы знаете, мнения бывают очень разные и очень противоположные. С одной стороны, у нас есть экологическая общественность, которая, в принципе, всегда ратует за создание новых территорий. Им всегда мало, всегда хочется больше, всегда хочется включить как можно большую территорию с как можно более строгим режимом. А есть еще местные жители, которые живут на этой территории, у которых там работают, у которых там на рыбалку ходят, на охоту ходят. Еще там какие-то там свои хозяйственные дела ведут. И зачастую со стороны местных жителей, кстати, не всегда бывает понимание процесса о том, что есть какие-то уникальные территории, их нужно сохранять. То есть, получается, министерство ищет вот такой баланс. Да, вот какое решение в итоге министерство принимает. Пытаемся учесть мнение всех, мнение о перспективной застройке и мнение местных жителей, которые обращают, бывают важные моменты. Потому что все-таки, когда создается ОПТ и режим, у нас появляется режим хозяйствования, то есть очень важно вот этот баланс соблюсти, и чтобы все-таки местные жители могли нормально сосуществовать вместе с охраняемым объектом. Ну, нужно пояснить, речь идет о песчаных пляжах, территориях, на которые не ступает нога человека или как? То есть, как это повлияет на обычную курортную жизнь, допустим, чтобы людям было понятно? Что значит статус особо охраняемой природной территории, допустим, на Анапских пляжах? На Анапских пляжах все особо охраняемые территории, такие большие, например, как Анапская пересепа, там у нас 35 тысяч гектар предполагается, они зонируются. Что это значит? Это значит, что в пределах особо охраняемой природной территории выделяются зоны с разным режимом использования. То есть, есть зоны особой охраны, так называемые красные зоны, которые, как правило, закрашиваются красным цветом, и где, конечно, можно сказать, практически вся хозяйственная деятельность или там большая часть запрещена. То есть, это те, собственно говоря, резерваты, которые нам необходимо сохранить, которые обладают большой экологической, ботанической, зоологической и прочей ценностью. Дальше выделяются зоны, например, рекреационного использования. То есть, это зоны, где как раз-таки возможна организация пляжей, где возможны какие-то временные объекты, кемпинги и так далее. Когда статус присвоен, каково участие министерства? Как вы следите за тем, чтобы статус не был нарушен и запрет какой-то? У министерства в подчинении находятся несколько подведомственных учреждений, которые этой работой занимаются. В первую очередь, это управление особо охраняемыми природными территориями, которые на постоянной основе патрулируют территорию каждодневно. Выявляют нарушения, взаимодействуют с администрациями, то есть, как бы, вот их все знают в районе. И при выявлении нарушений передают сведения в наши подразделения государственного экологического надзора. И уже надзор, конечно, с нарушителями справляется с соответствующими методами административного кодекса. Ну и последний вопрос. На днях губернатор проводил совещание, посвященное как раз созданию особо охраняемых природных территорий. Он сказал, что как минимум 40 таких зон должно появиться до 2026 года. Как министерство будет участвовать в этом? Ну, это непосредственно наши прямые обязанности. Мы этим занимаемся. Занимаемся очень активно. На настоящий момент в рабочей стадии находится 30 особо охраняемых природных территорий. То есть, это те опыты, по которым заказаны материалы, по которым к настоящему моменту уже проведены обследования. Частично прошли стадии общественных обсуждений. И уже идет стадия государственной экологической экспертизы. То есть, такая активная работа, очень большая, ведется по этим особо охраняемым природным территориям. И как только будет завершена государственная экологическая экспертиза, будут подготовлены проекты постановлений главы администрации, которые, соответственно, будут представлены на подпись в главе. То есть, министерство успевает в срок? Надеется. Спасибо. Это было мнение Дарьи Заякиной, начальника управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов Краснодарского края. Спасибо, что вы с нами. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok